На решение Совета депутатов было выдвинуто 10 вопросов, о которых в ходе выступления подробно рассказал заместитель главы Ленинского муниципального района Сергей Куканов. И первым вопросом предложено было обсудить передачу ряда муниципального недвижимого имущества из города Видное и сельского поселения Булатниковское. Эта процедура проводится в ходе передачи полномочий от муниципальных образований в район. Решение было принято единогласно. Также Сергей Куканов остановился на вопросе о предоставлении льготы по уплате арендных платежей за нежилые муниципальные помещения двум организациям – Московской областной противопожарно-спасательной службе и Фонду охраны труда Ленинского района. Заявители обратились с данной просьбой в связи с тяжелым финансовым положением и увеличением арендных ставок. После ряда уточняющих вопросов депутаты приняли положительное решение. Также три организации, расположенные на территории города Видное, подали заявление о предоставлении в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений сроком на пять лет. Это Управление Федеральной миграционной службы России по Московской области, расположенное по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 32-56 и школьная 89, боевое братство на Заводской 22 и профсоюз работников образования и наук Российской Федерации, Заводская 6. Все обращения были поддержаны. Также на заседании обсуждалась проблема передачи электросетевых активов в ведении Московской области. Ситуацию прокомментировал руководитель электросети Владимир Пирогов. Объединив электросетевые активы, мы выходим на качественно новый уровень обслуживания населения. В чем это заключается? Более надежное электроснабжение потребителей, взаимовыручка при устранении каких-то аварийных ситуаций, такого районного масштаба, сразу подключаются другие районы и происходят в кратчайшие сроки устранения вот этих вот аварий. Глава района разъяснил депутатам, что эта мера необходима, так как потребитель только выиграет от данного решения. Произойдет снижение тарифов на подключение и эксплуатацию, ведь расчет для всех компаний Московской области будет одинаковым. Данный вопрос также был поддержан Советом депутатов. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ.